Курган Курган В Кургане готовят уличный спектакль о легендарном кыштымском инопланетянине Алешеньке. История о челябинском пришельце, которого нашли в поселке Каолиновый, легла в основу нового спектакля «Made in Ural». Репетиции полным ходом идут в одном из помещений Курган-Дормаша, поскольку для уличной постановки нужно большое пространство. Руководит имя худрук театра странствующие куклы господина Пежо Анна Шишкина, она же матушка Медоуз, город Санкт-Петербург. Это старейший уличный театр России, все актеры играют в масках в специфической манере без слов. Для гулливеровцев работа над уличным спектаклем – очень интересный эксперимент. Первые зрители смогут посмотреть премьеру 1 июня в День защиты детей на Троицкой площади. Курганцы окажут помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров, охвативших регион. 18 мая туда убыл свободный отряд ГУ МЧС России по Курганской области из 27 человек и 6 единиц техники. Зауральские огнеборцы будут направлены в те регионы, где складывается наиболее сложная ситуация. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. На 18 мая продолжал действовать природный пожар на площади 1122 гектаров. Сводный отряд встанет на защиту населенных пунктов Тюменской области. На вооружении наших огнеборцев специальная техника автоцистерны, пожаронасосная станция, рукавный автомобиль. Сводный отряд пожарных и спасателей Курганской области уже не раз помогал коллегам в соседних регионах. В Кургане идет подготовка к ремонту одной из самых убитых дорог улицы Второй Часовой. Асфальт на ней не меняли более 10 лет. Сейчас подрядчики ведут расчистку рабочих площадей. В планах обновить 9,6 километров дороги, сделать тротуары, заменить освещение и установить 27 остановок. Часть работ освещения на участке от Курган-Сталь-Мостада трассы Иртыш сделали в 2020 году. Всего на комплексное приведение в порядок Второй Часовой выделено 391,5 миллиона рублей. Также в 2021 году подчинят мост через реку Черное в Корчевской роще и благоустроят ряд территорий. В пульмонологическом отделении Курганской областной клинической больницы лечиться будет комфортнее. Здесь завершен ремонт. Вместо обшарпанных стен пациентов встретят чистые светлые палаты, обновленная столовая, душевые, санузлы. Каждой кровати в палатах проведен стационарный кислород, есть кнопка вызова медперсонала, сигнал поступает на дежурный пост. Впервые за более чем 20 лет в 2021 году капитально отремонтируют и гастроэнтерологическое отделение «Оперблок». Подготовят помещение для нового ангиографа, обновят фасады первого, третьего и пятого корпусов больницы. В 2023 году начнут строительство нового лечебно-диагностического центра областной клинической больницы. В том же году завершат строительство десятиэтажного здания хирургического корпуса «Онкодиспансера». На его постройку и оснащение потратят около 1 миллиарда рублей. Курганский драмтеатр Курганский драмтеатр вновь готовит премьеру «Это любовь под вязами» по пьесе американского драматурга Юджина О'Нила. Режиссер спектакля – москвич Дмитрий Акриш. Это его четвертая работа в курганской драме. Несмотря на легкое романтическое название, спектакль тяжелый. Зритель вовлечен в большой семейный конфликт, и этот узел развязать нельзя. Его можно только разрубить. Однако и актеры, и режиссер уверены – это спектакль о большой любви. «Любовь здесь всюду, просто персонажи выражают ее как могут», – говорит исполнитель главной роли Сергей Радьков. «Это пьеса о нас, какие мы, когда нам не хватает любви», – резюмирует режиссер Дмитрий Акриш. Премьера состоится 15-16 мая, а следующие показы – 26 мая, 9-13-18 июня в 18 часов. 11 мая в Шадринском районе произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса «Есть погибшие». Смертельная авария случилась в 15-20 на 229-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Урган. Водитель Audi Q7 ехал в сторону Екатеринбурга, с ним в машине была женщина. В это время из Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус Mercedes-Benz по маршруту Шадринской – Сецкая – Тюмень. По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную и столкнулся с автобусом. Оба водителя – мужчины 65 и 64 лет и три пассажира автобуса, девочка 6 лет, 21-летняя девушка и 66-летний мужчина – скончались. Они умерли от полученных травм до приезда медиков скорой помощи. Еще четыре человека – женщина из легковушки и три пассажира автобуса – госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Курганской области. Крупный ландшафтный пожар произошел в Курганской области днем 10 мая. От огня пришлось защищать населенный пункт Кленовы и деревню Журавлевка Макушинского района. Пламя разошлось так, что до ближайшего населенного пункта оставалось 2 километра. Полыхали камыши и сухая трава на площади 10 гектаров. Чтобы не допустить перехода огня на жилые дома, велась опашка и ликвидация очагов в двух направлениях. Эвакуация жителей не потребовалась. Борьбу со стихией вели 36 человек и 14 единиц техники, сообщает МЧС. Покинуть здание за 24 часа. Такое объявление накануне увидели жильцы общежития номер 4 в студенческом городке КГСХА. К изумленным людям явились судебные приставы и объявили. Их общежитие и еще часть зданий в поселке закрыты по решению суда. Все понимаем, мы обязаны это сделать. Исполнители разводят руками, а люди думают, кто приютит их в ближайшие 30 дней. На этот срок суд приостановил деятельность общежития, главного корпуса КГСХА, факультета биотехнологии, кафедры пожарной и производственной безопасности. Причина закрытия зданий – нарушение требований пожарной безопасности. Между тем, семьям с детьми, а это около 1300 человек, предстоит остаться на улице. К слову, в одном из зданий расположена еще и поселковая больница. Людям предлагают заселиться в третье общежитие, которое уже полгода законсервировано из-за аварийного состояния. Студентов предположительно отправят в 12-е общежитие. Всем этим людям придется жить по несколько семей в одной комнате. Курганские волонтеры и активисты поздравили медиков концертом и флешмобом. 28 апреля работники скорой помощи отмечали профессиональный праздник. Он учрежден президентом Российской Федерации с 2020 года. На флешмобе волонтеры в красно-оранжевой одежде выстроились в цифру 103 – номер для вызова скорой с мобильного. Так ребята поблагодарили всех медицинских работников, которые в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь. Во дворе Курганской больницы скорой медицинской помощи прошел праздничный концерт. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры и водители в перерыве между вызовами подпевали любимым песням. Яркими номерами поделились коллективы культурно-досугового центра Черемушки и артисты из районов области. Школа иностранных языков «ОК» приглашает ребят на обучающую развлекательную летнюю программу с углубленным изучением английского языка. Длительность смены – две недели. Улица Урицкого, дом 4, телефон 556024. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Для ценителей северных сортов рыб – омуль, муксун, сик. Для истинных гурманов – мидии, кальмары, осьминоги, натуральная морская капуста. В нашей семье наступила череда праздников. Услышал, что приезжает рыба Камчатки. И очень часто сюда захожу купить рыбки. Вот сейчас пришел купить красные икры. Хочу порадовать в преддверии этих праздников и себя, и свою семью. Кроме мяса рыбы, на прилавках различные консервы, мидии, щупальца, кальмара, а также редко икра чавычи. А разобраться в таком огромном выборе морских деликатесов вам всегда помогут компетентные продавцы. Ярмарка-выставка «Рыба Камчатки» будет работать по адресу площадь Слосмана, 5, в ДКЖ с 17 по 23 мая.